почему я решил снять это видео этот кусок вернее жирный ставить в ролик как видите на мне одежда от которой я был на вахте в москве народ данное видео будет не для слабонервных все что осталось от крысы такой вот еще раз повторюсь кошачье щекотило кстати я сегодня один в комнате поскольку все ушли на работу такой вот телефон и себе приобрел думаю всем видно вот какие-то точки как от бычков как будто к тушили сигаретам этот матрас если вы смотрели пинтужой да там из девушки живота облазил его детеныш такой вот зверь давайте его сейчас прикончим до конца смотрите youtube обязательно крутой сайт там мои ролики подписывайтесь на мой канал также есть в одноклассниках контакте народ данное видео будет не для слабонервных поэтому все кто боится просим отойти от экрана телевизора убрать маленьких детей главной роль у нас будет кот василий на вот василий главный у нас который любит жрать крыс вечно голодный поэтому особо слабонервных детей убираем от экрана вот вот такой вот живет у нас в общаге кошачье щекотило он любит крыс мясоед не веган также живет вискос и еду со столовой но крысами тоже балуется вечно голодный вот все все что осталось от крысы такой вот еще раз повторюсь кошачье щекотило на василий василий зовут уже съел ее почти приятного аппетита вон аппетит хочу вам показать на что я буду снимать обзоры в дальнейшем вот такой вот телефон и себе приобрел думаю всем видно он и 20 про я купил его магазине м-видео думаю мои обзоры станут более сочными и яркими и более качественными картинкой вернее давайте откроем еще разочек думаю всем видно он 20 про вот он чек стоит он 31 тысячу 980 рублей друзья я снова с вами прошу прощения за такой грубый голос с утра еще видите насморк замучил я болею уже здесь почти 70 дней никак не могу выздороветь выздоровлю на пару дней опять заболеваю поскольку у нас здесь много комнате человек поэтому тут один заходит и заражает всех остальных поэтому прошу прощения что я без улыбки улыбаться вы сами знаете какой причине я не могу если смотрели мои предыдущие видео сейчас коплю на операцию чтобы других своих вернее в следующих своих видео обзорах улыбаться для вас в свои 32 зуба пока что мне это не очень получается поэтому обойдемся без улыбки и к тому же утро думаю многие хмурые с утра что я хотел кстати я сегодня один в комнате поскольку все ушли на работу я закончил вахту у меня перерасчет и я жду денег поэтому у меня выходные давайте я поднимусь на стул и покажу вам как выглядит матрас сверху давайте обследуем этот матрас она минусы и плюсы я думаю плюсов будет не особо много минусов намного больше давайте просто посмотрим не будем долго разлагольствовать на эту тему сейчас я поднимусь на стул так намного удобнее сигарку снимать чем профиль более видно я думаю лучше мы его разглядим на видите голос сел болит горло никак вызовет не могу поправиться такой вот мы его отожмем в сторону снизу более новый матрас не новыми более такой чистый видите на друзья вот этот вот матрасик он вроде бы без особых пятен но все равно на ощупь не особо приятный какие-то бугры спать на нем я не высыпался током поездах эту матраса намного приятнее на ощупь хотя там очень большая проходимость думаю как и в общежитии люди выходят заходят в поезд куда-то едут и спят естественно матрасах на этих но они не настолько стрёмные скажем так и здесь вот какие-то точки как от бычков как будто тушили сигаретам этот матрас хотя здесь курить запрещено такой вот матрасец мы слазим с вами идем дальше вот на походу бочки тушили видеть его похоже тушили бычки так давайте дальше посмотрим на видите похоже тушили бычки кто весь умудрялся курить я не знаю или откуда его принесли может быть с помойки откуда-нибудь но такое пятно даже боюсь его трогать не знаю что на нем делали чем занимались на этом матрасе и с кем я очень долго воняло как от бомжа хотя сверху я сверху я накрывал своей барстаневой застилал вернее это матрас была еще старая подушка сейчас у меня новая я вам ее показал уже и от меня очень сильно воняло как от бомжа с какого-нибудь вокзала хотя и как видите не бомж у меня аккуратная стрижка наша татуировка есть на шее прикольная не только на шее ладно давайте ближе делу пару дней от меня воняло я не знал как себя смыть этот запах я очень визгливый человек и мне было некомфортно себя ощущать вся одежда моя тоже пропахла поскольку я спал в ней только спустя месяц запах куда-то исчез давайте посмотрим соседние кровати не думали что матрас откуда-то привез издалека и подложил друзья давайте посмотрим соседней кровати чтобы не думали что я этот матрас какой-то приволок с покрывалом издалека здесь положил делаю тут ложные показания нет я просто хочу чтобы вы знали куда вы въезжаете я думаю администрация примет к сведению мои замечания администрация этого общежития и поменяет матраса с подушками чтобы люди отдыхали они мучились как я например давайте посмотрим на этих койках люди спали как в двухъярусной кровати кто-то съехал сверху снизу еще люди остались видишь такое вот одеяло если это можно назвать одеялом все бесформенное вроде бы запаха нет неприятного такое вот она вот такая вот подушка как кишка и даже не знаю с чем это сравнить слышите мой дрожащий голос немножко колеблется это колебание вернее в голосе неприятно мне просто ее трогать такая вот это такой же спал какие-то комки если вы смотрели пинтюжой когда там из девушки живота вылазил его детеныш такое же ощущение что там детеныш тяжелого и вот вот он вырвется наружу порвет эту подушку какая-то субстанция внутри неизвестного пришли происхождение извиняюсь это жесть люди это жесть никогда не думал что так был вообще бывает в общагах моя первая вахта первое мое общежитие вот другая кровать другой матрас видите здесь видно даже зала зала видимо здесь бычки тушили об него люди это просто жесть такая же подушка ужасно как потяжелее рука устала возьмем камеру в другую руку вот видите да какие пятна давайте понюхаем вроде бы так не воняет но и немного есть неприятный запах такие вот следы пятна даже неприятно их трогать ради вас их потрогаю да похоже на семянную жидкость мужскую или что-то еще какая вот как клей пва засохший я не знаю что-то мужцов плечи второй матрас снизу и 3 опа находочка такое пятно видите да непонятного происхождения меня камера плохо фокусирует я взял другой телефон на него и пока не снимаю я вам покажу чтобы узнали на что я снимать буду следующие свои видеоролики так кричать по весь голос не могу меня может услышать охрана и как я понимаю здесь нельзя снимать никому это не в плюс пойдет видите да какая грязь это жесть это просто народ жесть давайте я поднимусь выше повыше сверху вам покажу короче народ делайте выводы сами стоит здесь жить или нет стоит ли спать на этом всем или не стоит пишите в комментариях ваше мнение по поводу этого всего я даже голос пропадает всего увиденного мурашки по телу смотреть как тут клапан нибудь думаю это видео вам будет полезно я сделаю добро людям видите люди обратно возвращаются на вахту вот и общежития бронирует места свои кое-как и место чтобы лучше не заняли вот кто-то нижний очень любит хотя у меня верхние она мне больше нравится потому что никто сверху надо мной не лежит не пукает не шевелится кому-то нравится снизу все видите да забронировано до 6 11 19 еще приблизительно 10 дней сегодня у нас 24 октября вот кстати тоже пятно но оно не столь большое и ногах видимо хозяин этого матраса поэтому многие положил так разместил этот матрас чтобы пятно не было в голове ногах вроде бы не так неприятно вот такие стены потолки кому интересно потолки нормальные друзья ну вот и пора домой а собирать вещи уезжать с этого общежития вот он мой рюкзак видите да все всем видно друзья вот мой рюкзак вещи почти все собрал видите да так тут тоже почти пусто моих вещей нет только полотенце постельное белье я убрал так второй рюкзак тоже надо будет убирать в принципе полки тоже пустые все видите да не хотел конечно чтоб мои трусы попали в кадр но думаю вы не будете смеяться крайне мере мне это потом припоминать увидимся с вами позже думаю ролик получится ярким насыщенным интересным такого не покажут по телевизору надеюсь по теле смотрите youtube обязательно крутой сайт там мои ролики подписывайтесь на мой канал также есть в одноклассниках в контакте в инстаграме появилась моя свежая страничка вот это вот мои сумки рюкзаки вернее такие вот три рюкзака два рюкзака и одна сумка так что-то у меня интересного есть такая вот квакпола соса соло как ее в простомородье называют язык уже завязывается на улице полный я решил согреться но что-то переборщил с согреваниями так так вот я в пакете как говорится бумажного не было и вот такой вот классный напиток на мой взгляд это Red Label виски ирландский не ирландский не знаю но знаю что по шарам не того хорошо друзья ну вот и закончилось мое маленькое может быть большое приключение сзади меня вы можете наблюдать универмаг московский я влёт вокзал кстати у вас всех с первым снегом сегодня у нас а кое сегодня число у нас не подскажешь какое друзья я забыл совсем сегодня 30 октября первый снег наверное видно думаю может быть нет сзади меня я даже число забыл настолько я дороги портал наверное капли в рот 70 дней и тут сорвался я взял вискарик и ковы скурил ароматную сигаретку думаю вы за это меня не осудите посмотрите это видео до конца самое главное до конца поэтому смотрим видос ставим лайки и комментарии также при желании подписывайтесь на мой канал кто-то был на вахте в Москве только планирует это сделать поехать в Москву на заработки и вам наверное было бы интересно как вообще выжить в Москве что из себя представляет общежитие для меня это первая моя вахта в дальнейшем я буду еще снимать видеоролики на тему раз на общежитие надеюсь меня не убьют владельцы этой общаги или кто там что не говорится Москва это большая мафия поэтому в принципе я все это делаю все делаю для вас друзья не забываем ставить лайки и комментарии также подписывайтесь на мой канал в ютубе также есть в однокласснике в контакте вы можете также там скупить мои группы плюс ко всему я завел аккаунт в инстаграме туда вы тоже можете добавиться ко мне в подписчики и наблюдать за моим дальнейшим творчеством народ вот так вот в туалетах московских на вокзале спят в каминках слушай и онечка слушай и онечка слушай . . . . ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну вот мы подъезжаем на свою станцию, откуда ты и я и сделал старт в Москву. Сейчас я приезжаю к посолу городского типа, проще говоря, дневник. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал в Ютубе. Также есть в Одноклассниках, ВКонтакте. ВКонтакте также есть моя группа. Сустры еще есть в Инстаграме. Поэтому очень приятно было с вами провести все время. Надеюсь, вам тоже. Не забываем подписываться. Всем пока. Друзья, ну вот я и дома, вернее, в деревне, откуда я и собирался покорять Москву, работать вахтой. Я уже отработал, приехал. Как видите, почему я решил снять это видео, этот кусок, вернее, жирный, вставить в ролик. Как видите, на мне одежда, от которой я был на вахте в Москве. Я ее постирал. То есть она на мне уже стиранная, кипяченая. Поскольку там были клопы, я не хотел их завести к себе в дом. Сначала прокипятил, потом кинул машинку стиральную, которую я починил. К сожалению, у меня на телефоне память закончилась, и я снимаю на телефон. Также у меня флешки все забиты уже материалом с Москвой, когда я был в этот раз. Я много чего снял интересного для вас. Поэтому подписываемся, ставим лайки, комментарии. Следим за новостями, моими новыми видео, которые я в ближайшее время выложу, как сделаю видеомонтаж. Ну вот, я рюкзак постирал. Он мокрый, как вы видите, да? У меня аж от возбуждения руки дрожат. Вот он еще мокрый. Это последняя шмотка, которую я себе кинул в стирку. Все это я оставлял в сарае. Я уже показывал вам этот сарай. Тут я немного прибрался. Поскольку очень много гневных комментариев, то, что я вот в сарае крыс развел, типа, было не убрано, поэтому. Тут и крысы завелись, на самом деле, они здесь были и до меня. Вот сумка последняя, которую мне осталось прокипятить и постирать. У меня так дрожат руки, видите, да? Это от перевозбуждения. Мне не терпится вам быстрее показать свою находку. Очень интересную. Я до последнего надеялся, что я никакую с собой живность не привез. Это, знаете, как фильм «Чужой», когда там героиня была и корабль, этот «Чужой» залез, и она с ним полетела на землю, по-моему. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, пишите сюжет фильма и правда ли в конце концовка она отправилась с чужим на борту на землю. Ну, не знала она, естественно, что он залез. Также я вот нашел пришельца, подселенца, скажем так, в этом рюкзаке, вернее, в тазике. Вон, я еще кроссовки замочил, они отмачиваются. У них я работал, кроссовки новые, поэтому и жалко, я их купил там, в Москве, вернее, у них на работе выдали за 1600 рублей, поэтому выкидывать я их не буду. Они не порвались, не потерлись, в принципе, ходить в них еще так можно по улице. Давайте к делу. Нашел я вот что. Давайте откроем баночку, специально накрыл, он уже мертвый, вареный как креветка. Такой вот зверь. Надеюсь, всем видно. Вот, он чуть не сдул. Посмотрите, пишите в комментариях, что это такое. Я посмотрел фото на ютуб, ой, в поисковике. Давайте так, руку положу, чтобы не дорожало. Так, видно, думаю, всем, да? Этого зверя, он уже мертвый, крупный такой. Мне кажется, это клоп. Он уже сварился, как креветка, поэтому, я думаю, в дом я их не занес, потому что я вещи сначала в сарай скидывал, потом я их кипятил. Сарай холодный на улице уже, конец ноября. В принципе, они боятся такой температуры, не дохнут, но и не лазят, не ведут активную жизнь. Вещи я все прокипятил, потом кинул в стиральную машинку, и вот я в тазике, это моя пепельница, извиняюсь, я курю, но бросаю, вот в этом тазике он плавал. Когда я вытаскивал рюкзак, такой вот зверь. Давайте его сейчас прикончим до конца. Так вот, сделаем, я думаю, будет слышно хруст. Сейчас. Все. Такой вот зверь, теперь он точно не оживет и не воскреснет. Вот он. Всем видно, надеюсь. Такой вот. У него даже жало. Жало я уже приплюснул, но сейчас фокусирую, попробую. Вот. Давай, давай. Уж купил тебя из-за того, что... Это я телефону говорю. Увеличивает очень хорошо Honor P20 Pro. Вот он ужал. Чем он меня кусал. В общежитии меня очень просили не выкладывать этот видос, не рассказывать всю правду, что там есть клопы и всякая фигня. Но я решил снять и выложить для вас, чтобы... Ну, я их не развожу, поэтому... У меня не ферма клопов. Поэтому, думаю, вы мне поверите, что действительно так. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok